Чем опасно пониженное давление? Добрый день, дорогие зрители! Я приветствую вас на своем канале. Сегодня мы поговорим о пониженном давлении. Да-да, вы не расслышались. Мы, как правило, все-таки разбираем различные гипертонические кризы, высокое давление гипертоников. Но сегодня поговорим о низком давлении. Я на своем канале как-то уже один ролик снимал. Хочу более такой расширенной, дополненной информацией с вами поделиться. На самом деле низкое давление тоже достаточно распространенная проблема. Понятно, она не так распространена, как высокое давление. Поэтому, собственно, не такое большое внимание ей уделяется. Но я вижу, что вы и комментарии оставляете, и вопросы задавите по этому поводу. Что же делать, если у человека все-таки пониженное давление? То есть снижается давление. Давайте сегодня разбираться в этой теме. И прежде чем мы приступим, рекомендую вам перейти по ссылке, подписаться на мой телеграм-канал, где я регулярно выхожу на связь и делюсь с вами ценной и интересной информацией, не только касающейся кардиологии, но и в целом о нашем с вами здоровье. Что же такое пониженное давление? По-другому, научным языком, это называется артериальная гипотензия. Что же это такое? Это такое состояние, которое характеризуется снижением артериального давления ниже своих целевых, так называемых, нормальных значений. Что же считается нормальным значением? В каких-то источниках написано, что нижняя граница нормы является 90 на 60, то есть 90 систолическая, 60 диастолическая. Где-то пишут, что 100 на 60, либо 100 на 70. Но примерно будем отталкиваться от диапазона 90 на 60. Хочу вам сразу сказать, и я тоже об этом неоднократно в своих видео говорил, что нельзя все-таки под один какой-то шаблон подгонять всех пациентов. Особенно все, что касается повышенного или пониженного давления. Потому что все люди разные, мы все с вами разные. Рост, вес, сопутствующие заболевания, возраст, пол. Все эти факторы, они могут влиять на наше с вами давление. Поэтому, если, например, перед нами стоит 19-летняя девушка, например, с недостаточной массой тела, у которой низкая физическая активность, то, скорее всего, у нее будет низкое давление. И для нее, например, 90 на 60 будет вполне себе нормальное давление. Чего не скажешь о гипертониках. Например, человек с гипертонической болезнью, который принимает препараты от давления, для него, например, нормальным давлением является 140 на 80. Это его рабочее, комфортное давление, при котором он себя прекрасно чувствует. И если у него будет, например, 90 на 60, то, соответственно, для него это будет настоящая артериальная гипотензия. То есть, это будет падение артериального давления. Поэтому первое, что нужно понять, что диапазоны давления у всех, они отличаются. Второе и самое главное, наверное, надо понимать, что пониженное давление, так называемая артериальная гипотензия, она все-таки бывает двух основных видов. Первое – это острое состояние, то есть острая артериальная гипотензия и так называемая хроническая артериальная гипотензия. Коротко расскажу об острое, потому что это неотложное состояние. Мы его детально сейчас разбирать не будем. Это, как правило, неотложное состояние, которое характеризуется резким снижением артериального давления. То есть, случается коллапс, либо шок, то есть, когда у человека очень резко снижается артериальное давление. И, как правило, это возникает при каких-то неотложных состояниях. Это может быть какое-то внешнее воздействие, например, там очень серьезные какие-то травмы, которые, например, могут сопровождаться сильной кровопотери, какое-то сильное кровотечение резкое, либо, может быть, это инфаркт миокарда, либо инсульт. Какое-то очень серьезное должно быть воздействие, которое приводит к так называемой артериальной гипотезе. Это состояние неотложное, это состояние жизнеугрожающее и которое требует самых неотложных реанимационных мероприятий. Поэтому мы сейчас останавливаться на этом не будем. Если у кого-то такое состояние возникает, конечно, однозначно вызывать скорую помощь и обращаться за неотложной помощью как можно скорее. Давайте вкратце теперь остановимся на основных моментах, которые касаются именно хронической артериальной гипотезии. То есть, когда у человека на протяжении длительного времени наблюдается вот это снижение давления. Но если, например, мы берем опять же ту же самую худенькую, например, девушку 19 лет, мы понимаем, что для нее 90 на 60 это абсолютно комфортное нормальное давление, и она при этом не предъявляет никаких жалоб. Мы же сейчас будем говорить именно о тех случаях, когда человек непосредственно ощущает это на себе. О чем это говорит? Например, у человека давление свое рабочее всегда было, например, 120 на 80, но он стал замечать, что в последний месяц-два, может быть, больше, у него давление держится в районе в пределах 100 на 70, 100 на 60, может быть, 110 на 70. И при этом он ощущает какую-то клиническую симптоматику. То есть, это сопровождается клиническими симптомами. Клинические симптомы, на самом деле, они достаточно разнообразны. Чем же может сопровождаться пониженное давление, так называемая артериальная гипотезия? Проявлений огромное количество. Это головокружение, это слабость, это головные боли, это может быть и бледность, и повышенная потлевость, какое-то нарушение терморегуляции, может быть, чувство озноба, это может быть раздражительность, это может быть такая слишком выраженная реакция на смену погодных условий. То есть, огромное количество, на самом деле, проявлений у этого состояния, может быть, поэтому, который может, на самом деле, маскировать и совершенно другие какие-то заболевания. Самый главный вопрос, как же с этим бороться? Да, мы, например, поняли, что у человека пониженное давление. У него, допустим, раньше было нормально, и сейчас он отмечает, что в последнее время у него начинает снижаться давление. Что же с этим, собственно, делать, с этой информацией? Во-первых, я бы рекомендовал, конечно, сделать суточное мониторирование, для того, чтобы действительно убедиться в том, что у человека снижается артериальное давление, особенно ночью, когда человеку уже, эмоции у него выключены, и организм работает автономно, посмотреть, в этом состоянии все-таки падает действительно давление. Второе, банально нужно сделать общий анализ крови, посмотреть, нет ли там анемии и каких-то сдвигов в общем анализе крови. Это две, наверное, базовые такие, два базовых метода диагностики, которые позволят уже примерно хотя бы направление выбрать. Но с уверенностью могу вам сказать, что за годы практики, и работая с пациентами, с кардиологическими пациентами, которые жалуются на пониженное давление, в 95% случаев все-таки не удается не найти никакую причину. И, как правило, все-таки это банально либо какие-то нервные перенапряжения, это какие-то неврозы могут быть, это банальная нетренированность. То есть, когда человек очень длительное время находится в такой гиподинамии, то есть, когда он не двигается особо, ну, точнее, перемещается только из пункта А в пункт Б, никакой физической активности у него нет. Когда у человека нарушение сна, она, как правило, все-таки вот эти симптомы гипотензии, они связаны с этим. Может быть такая ситуация, когда человек, например, длительно лежит ввиду какого-то заболевания. Да, у него тоже может снижаться тогда давление. Мы сейчас на этих случаях обстанавливаться не будем. Мы говорим о случаях, когда у человека относительно здорового начались проблемы со снижением давления. Итак, если вы у себя это обнаружили, первое, что нужно сделать, мониторирование давления, либо вы просто записываете утром, вечером в обед, показатели своего артериального давления, и уже через 2 недели можно какой-то анализ провести. Банально нужно сдать общий анализ крови, проанализировать, конечно, нет ли у вас проблем по эндокринной системе, например, с щитовидкой, по сахару нет ли проблем. Поэтому имеет, наверное, смысл, если вы давно не сдавали, посмотреть уровень глюкозы, то есть уровень сахара крови, проверить гормоны щитовидной железы. Ну, как минимум, ТТГ, Т4. Вот, наверное, начать нужно с этого. Если там все нормально у вас, все нормально, то я бы рекомендовал, наверное, провести ультразвуковое исследование сердца, эхокардиографии. И если в этом случае у вас не будет никаких проблем, то, скорее всего, у вас банально все-таки есть какое-то, может быть, психоэмоциональное перенапряжение и банальная какая-то гиподинамия. Поэтому основным все-таки методом лечения, помимо того, что нужно устранять основную причину, если она есть, ну, как правило, еще раз повторюсь, ее найти очень сложно. В идеале, конечно, добавлять физическую активность и тренировать сердечно-сосудистую систему. Почаще гулять на воздухе, побольше двигаться. То есть тренировки должны быть регулярные, ежедневные, по 5-6 раз в неделю, минимум от 45 минут до полутора часа. Я бы рекомендовал вам начать все-таки с интенсивной ходьбы. Параллельно можно делать в домашних условиях гимнастику, постараться нормализовать сон, насколько это возможно. И я думаю, что, ну, в 90% случаев, наверное, проблемы должны уйти. И в заключение хочу добавить, что все-таки, если это не острое снижение давления, то, как правило, вот эти хронические гипотензии, они носят все-таки благоприятный характер и, как правило, очень хорошо поддаются корректировке благодаря добавлению, конечно, физической активности. Поэтому старайтесь больше двигаться, проводить время на свежем воздухе, старайтесь все-таки максимально заряжать себя позитивными эмоциями. Это все положительно будет сказываться на работе вашей нервной системы и в целом на общем вашем самочувствии. Спасибо вам за просмотр. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы. Увидимся с вами в следующих роликах. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok